Девчонки, наконец-то скоро придет весна, станет тепло, можно будет избавиться от этих зимних вещей. Я очень рада вам рассказать, какие юбки и платья будут в тренде в 2024 году, а какие, наверное, лучше вернуть обратно в гардероб, потому что они не будут актуальны. Начнем с платьев, и первый тренд это мини-платье. Если ты можешь похвастаться отличными ногами, то в таком случае это твой тренд. Особенно актуально будет на весну, пока еще холодно, носить такие платья с плотными колготками. Поэтому есть огромный выбор с точки зрения цветов, наиболее популярные фактуры, конечно же, классические. И такое платье может быть представлено, например, в модном цвете сезона бордо. Поэтому выбирай тон и фасон под себя. Второй тренд это полупрозрачные платья. На мой взгляд, скорее подиумный тренд, потому что я не представляю себе, чтобы много девушек носило такие на постоянной основе. Однако под такое платье обязательно нужен идеальный бюстгальтер. Поэтому для того, чтобы такое купить, записывайся на профитинг, и наш стилист подберет идеальный бюстгальтер, который будет тебя радовать. Еще относительно новый тренд это платье из кожи. Лично мне одно такое очень понравилось, и я себе такое приобрела в гардероб, потому что я очень полюбила кожаные брюки и юбки. И сейчас в моем гардеробе еще дополнительно появилось платье. Планирую сочетать его этой весной либо с трикотажем, либо с блузками. Очень простой силуэт, тоже длинно-миди, немножечко подчеркнутая талия с помощью ремня. Такая базовая вещь, которую я рассчитываю проносить несколько сезонов. И мне, конечно, очень нравится, как ведет себя кожа. Во-первых, в ней просто очень комфортно. Во-вторых, она выглядит стильно, потому что это не такая обычная фактура, как ткань. Следующий тренд в платьях это цветочный принт. Однако с ним тоже нужно быть осторожной, потому что если ты выберешь такие крупные цветы, они могут тебя полнить. Также лучше выбирать, чтобы это сочетание подходило твоему цветотипу. Потому что тоже, если ты выберешь, например, черное платье с яркими цветами, то в таком случае оно тоже может быть очень мрачным. Поэтому, если ты хочешь обыграть тренд на цветы, то в таком случае стоит внимательно задуматься о цвете и о размере такого принта. Если ты также, как и я, прохладно относишься к принтам, то в таком случае ты можешь обыграть еще один тренд на драпировку. Такое платье тоже всегда выглядит актуально и женственно. Вот мое платье, оно весьма классическое. Я, конечно, не покупала его специально ради этого тренда, но тем не менее я его очень люблю, оно очень носибельное. Потому что здесь просто простая драпировка, ткань жерси, которая подчеркивает фигуру. Ну и в принципе все. Такое платье нельзя сказать, что выйдет из моды через один сезон. Этим оно мне и нравится. Еще одно актуальное платье этой весной это, конечно же, платье-рубашка. Она не теряет своих позиций уже несколько сезонов. Я лично очень люблю этот классический силуэт. И сейчас покажу, какое платье-рубашка есть в моем гардеробе. Оно может быть выполнено из хлопка или из другой легкой ткани. У меня, например, вот такое креповое платье-рубашка. Обожаю то, что его можно завязать как нужно на талии. Ну и такой силуэт на пуговицах очень простой и элегантный. Если мы разговариваем о юбках, то тоже не могу обойти тренд на мини, так же, как он был в платьях. Однако лично я небольшая любительница мини. Лично мне больше нравится другой модный тренд. Это миди и макси. По сути, любые длинные сейчас в тренде, если они не где-то в районе колена. Потому что длина у колена уже не относится ни к миди, ни к макси. Поэтому выбирай либо мини, либо миди. Это одна из моих юбок, которую я ношу ранней весной и осенью, когда еще холодно. Это длина миди макси. Она такая длинная. У нее классический силуэт, и она использует еще одну модную текстуру. Это букле. Букле и твит тоже актуальны. Я ее ношу со светлыми блузками, в частности, с шелком и шифоном. Мне очень нравится сочетание. Вот еще одна моя весенняя-осенняя юбка. Тоже кожаная фактура. И, на мой взгляд, выглядит не банально. Здесь простой разрез. Не банально то, что она не черная, а светлая. Тоже хорошо сочетается со светлыми вещами из этой гаммы. И, конечно, кожаная фактура тоже добавляет интереса, поэтому я очень активно эксплуатирую тренд на кожу, что в платьях, что в юбках. Еще один юбочный тренд – это джинсовая юбка. У меня тоже такая есть. Классно смотрятся и светлые джинсы. И еще особенный тренд – это когда она сочетается вместе с курткой. То есть, тренд на полную джинсу особенно актуален, если это в сочетании с юбкой и с курткой. А надо прям тон в тон обе джинсы? Не обязательно, но тон в тон есть много красивых комплектов, и на подиумах тоже видно. Да, это активный тренд. Еще один тренд весенне-летнего сезона – это в целом песочные тона. Вообще, есть на подиумах такое смещение в сторону нейтральных тонов. Особенно вот этот тренд на тихую роскошь тоже дает о себе знать. Яркие тона не особо видны, за исключением, наверное, только тренда на бордо и красный, которые можно было увидеть. Вот еще одна моя юбка в таком розово-песочном цвете. У нее интересная фактура. Она сделана из шелка. Тоже разрез и тоже длина миди. Очень актуальная юбка в этом сезоне. И по настроению она очень женственная, но твоя может быть более спокойная. Если касаться тех вещей, которые точно уже не стоит носить, то о них я вкратце рассказала. Это, на мой взгляд, юбка, которая находится в длине где-то рядом с коленом. Выше колена, на мой взгляд, уже не очень актуальная длина. И также это очень яркие вещи. Ярко-зеленый, ярко-синий. Сейчас скорее тренд на более спокойную гамму или также на оттенки бордо или красного. Поэтому остальные цвета, наверное, меньше в фаворе. Как ты считаешь, что еще вышло из моды и точно стоит убрать из твоего гардероба? Расскажи об этом в комментариях. С тобой была Алина, эксперт по подбору белья. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И до новых встреч!